Выставка известного российского скульптора Григория Потоцкого открылась в Московском кинотеатре художественной на Арбате. На ней автор представил публике почти 20 бронзовых ликов известных людей, актеров, поэтов, артистов и режиссеров. Портреты Иннокентия Смоктуновского, Алексея Петренко, детского врача Леонида Рошаля и других маэстро объединил в гражданское общество. Такое название он дал своей выставке. Представленные работы – это только часть коллекции скульптора. Потоцкий также работает над созданием Всемирного музея интеллигенции, в который войдут достойные люди нашей эпохи. Портреты Натальи Андрейченко, сыгравшей всеми любимую Мэри Поппинс, скульптор делал уже не раз. Но этот образ у актрисы самый любимый. А потому что здесь очень четкая такая, как бы сказать, мой характер очень здорово отображен. Я не знаю, насколько мы похожи, но то, что внутренне мы одни личности, это точно. Актер Виктор Проскурин судить о внешнем сходстве со своим портретом также не взялся. Но зато признался, что работать с мастером Потоцким ему понравилось. Его посетило его внутреннее вдохновение. Вот сделаю такой портрет. Я не сопротивлялся, естественно, потому что мне в чем-то нравится мастер. Григорий Потоцкий уже несколько лет не просто скульптор, а также президент Международной Академии Доброты. Из 60 памятников, которые были поставлены им по всему миру за несколько лет, 10 стали символом доброты. А я хочу, чтобы люди понимали, что есть прекрасные, красивые люди. И это интересно. Интересно, когда люди отдают добро, созидают добро, творят добро. И об этом надо говорить. Это надо умножать. Вот почему я считаю, что пришло время о том, чтобы не было цензуры на добро. О том, как Потоцкий своим позитивным жизненным настроем и творчеством помог многим людям изменить образ жизни и судьбу, говорится в документальном фильме «Искусство, меняющее жизнь». Его премьера состоялась на выставке. NTD, Москва, Россия.